Сдали на все 100. В Тверской области стали известны первые результаты по единому государственному экзамену. Так, 22 11-классника получили максимальный балл по химии и литературе. Как удалось добиться таких блестящих результатов и о планах на будущее, рассказали в эксклюзивном интервью нашей съемочной группе «Сами 100-бальники». Три девицы под окнами родной 12-й гимназии Дарья, София и Ксения делятся впечатлениями о прошедшем 26 мая первом ИГЭ. Девушки сдавали литературу. Предмет, сложный с объемными заданиями и требующий творческого подхода. Но они справились, причем на все 100 баллов. Готовились два года и в школе, и самостоятельно. Я с детства очень люблю читать, а потом, когда я решила, что все-таки мне подойдет специальность, для которой нужна литература, я пошла к репетитору, которая меня окончательно влюбила в этот предмет. На самом деле мне попался очень простой вариант, но может быть так получилось, потому что я долго готовилась, и поэтому мне так показалось. По русскому языку девушка набрала 93 балла. Тоже достойный результат. Ее одноклассница Ксения 97, а литературу сдала тоже на 100. Такой результат – билет в престижный вуз, ведь чем больше баллов, тем выше шансы поступить. Очень важно, если ты хочешь поступить в хороший вуз, иметь 100 баллов, потому что это дает возможность пойти на скидку или на бюджет. Конечно, это добавляет уверенности, что действительно все возможно, потому что, мне кажется, когда только готовишься к ЕГЭ, 100 баллов – это представляется как что-то небестижимое, и когда это получаешь, это, конечно, очень повышает самооценку. Все три выпускницы планируют поступать на специальности, связанные с лингвистикой, потому и был выбран этот предмет. Для Софии Ширяевой результат в 100 баллов стал неожиданностью. Выпускница хочет остаться в родном регионе и стать учителем французского языка. Это был шок, это были слезы радости от полученной работы, от плодотворной работы. Пока что я планирую поступать в ТВГУ, но как пойдет – на факультет лингвистика или филологии. Хочется отметить, что педагоги в наше время очень востребованы, и вот почему я решила остаться в Тверской области и продолжить свои начинания здесь. Сейчас девушки с нетерпением ждут результатов последнего для них испытания по иностранному языку. Они также надеются на максимальный балл. То, что талантливая молодежь должна оставаться работать на родной земле, уверен и глава региона Игоря Руденя. Такие люди могут приносить пользу своей стране, а потому это надежная основа будущего Тверской области. Ваши успехи – это предмет гордости всего Верхневолжья. Каждый из вас добился серьезных результатов в учебе. Вы подтвердили, что талантливый человек талантлив во всем. За вашими достижениями стоят огромное трудолюбие, упорство и настоящая увлеченность тем, что вы делаете. И, конечно, в этом большая заслуга ваших родителей и педагогов, которые все эти годы поддерживали вас, верили в вас и дали вам надежный багаж для будущего. Череда ЕГЭ подходит к завершению. Последней информатику школьники будут сдавать 19 и 20 июня, после чего смогут заняться подготовкой к выпускному вечеру.